Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и это FFA сериал на четверых. Игра традиционно разбита на серии и, пожалуйста, не надо спойлеров в комментариях. Ну всё, тогда всем удачи. Понеслась игра. Всем приятной игры. Так, ну опять FFA на четверых. Турнир. Теперь карта Малые континенты. Мне на выбор было Германия, Швеция и Сирия. Думал между Германией и Швецией. Собственно, ну, Малые континенты всё-таки водная карта, по-хорошему. И тут я думал, ну, немецкий вот это, что будет бонус в варварских лагерей, ну как-то не очень, честно говоря. Вот у моих соперников Карфаген достался, Византия. Неплохо, конечно, такие морские более нации. Но я думаю, что надо попробовать как-то через города-государства сыграть. Смотрите, у меня тут такой затончик, получается. Я на реке. Кстати, что-то у меня тут всё выключено. Ну, хексы, наверное, можно убрать. А вот всё остальное я люблю, чтобы было. Ну, чего тишина? Как места? Ну, у меня средней паршивости. В принципе, можно жить. Мне что-то не нравится вообще ни разу. Я, знаете, я, пожалуй, останусь. Смотрите, у меня и холмы тут есть, и затончик такой фиг подберёшься, да? Да, Византию давно не было таких классных мест. Я, пожалуй, останусь. Тут неплохо и каменная мастерская зайдёт, потому что не нравится. Классных в кавычках, или как? Начну, наверное, со скаута. Хотя, может быть так, что у меня на континенте никого и не будет. Кстати, можно было бы, возможно, и сходить в святилище. Я, знаете, я, наверное, этим воинам сюда пойду, потому что тут такая холмы, туда надо идти скаутом. Ну, двигаться ради Петры в данном случае, по-моему, не стоило. Они такая, что ты классная Петра. Барбары, руины всё есть, да? Да. Смотрите, у них города с большим количеством клеток. У них две клетки, как минимум. У всех троих две клетки. А у меня одна клетка, море изначально. То есть это, вот если играть на развитие, это важно, потому что у городов, чем больше у них водных клеток, на самом деле, и чем дольше идёт игра, тем им хуже, потому что эти, нечего обрабатывать. Так, ну и куда пойти? Давайте, наверное, вот на этот холм пойду. Так, ну, тут пока неизвестно воля или традиция, но выглядит так, что никаких соперников тут на моём континенте быть не может. Хотя тут всякое бывает. Очень хорошо, что у меня река есть. То есть, как минимум, ну и такая неплохая река. То есть, как минимум, можно будет и великие люди будут. Ага, тут уже немного. Действительно, маленькие континенты. Да, он там Дим ЗВ уже либо жителя нашёл, либо технологию. Технологию. Дима, какую технологию нашёл? Нет, не нашёл. А почему очки увеличились? Ну, я нашёл монетехнологию. Культурку, что ли? Культурку, что ли? Ага. Блин, вот тут вот как-то не очень хорошо. Тут, возможно, типа места для города, но такая... Как-то сказать... Холод такой не очень... Меня радует. Блин, тут рыбы дофига, но город ставить очень не в тему. Откровенно. Ну, вот это рыба столицы, может быть. Так, ладно. Пока. Пока мне... Может, место для столицы и более-менее, но... Куда дальше ставить города, непонятно вообще. Никакой руинки нету. Фиговое чудо. Ладно, пошли, видимо, в святилище. Тут надо взять плюс два веры от Кромлихов. Поставить... Этот построить... Каменную мастерскую, построить мавзолей Геликарнатский. Что-то у меня больше всех очков. Внезапно. Вот, надеюсь, на этом холме можно как-то город поставить. Ну, вот тут есть место, да, но проблема в том, что он будет немножко в другую сторону смотреть. Хотя тут такое место, вот, видимо, тут надо город ставить, а потом в эту сторону, чтобы проплывали морские караваны. Как-то так. Как-то так. Но, есть у меня в соседях Византия, например, или Крафаген. Я думаю, что они очень быстро выйдут в свои, там, во фрегаты. Ну, вот тут интересные места, например, вот тут. Почему нет? Блин. Что за чудо хоть расскажи? Ты же знаешь. А, Эльдорадо. Да, да. В принципе, вот в эту сторону мне вот это место нравится. Но к нему проплывать сложно. Вот видите, вот Кромлих, как минимум, вот тут я могу еще что-то строить, да. Жалко, рыбы нету. Кстати, вот тут какая-то местность еще. Вообще, по-моему, первая руина. О! О, блин. Кайлас. Теперь уже не очень понятно, как города ставить. Вы знаете, тут кто-то может быть. Потому что, ну, взять... Вообще, как бы, у меня два чуда. Это мне надо было плюс четыре чудеса брать. Другой стороны, я не знаю, где мне город ставить. Еще у меня нету городов-государств никаких рядом почему-то. Получается, еще никто никого не встретил, то есть все на разных. Ну, мы уже встречались с Византией. Ага, интересно. Карфаген может быть тут. Так, давайте науку. Стрельбу из лука возьмем. Ну, нифига мне это... Ой, Византия, получается, это у кого? В Бен-Бен. А там греки. А, нормально. Надо бежать туда скаутом, смотреть, что там у нас. Потому что какой-то странный у меня континент. Выглядит, конечно, так, что вот тут можно ставить город. Очень неплохо будет. И, по идее, у меня караваны должны, хотя... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Десять, один, двенадцать, тринадцать, пятнадцать, шестнадцать. Слушайте, а кто-нибудь помнит, насколько морские караваны бегают? На какой расстоянии? Двадцать лет. Двадцать лет? Да, двадцать лет. Отлично. Блин, только тут вот ресурсы... А у кого-то есть гавани уже. Ну, у Карфагена, видимо. Видимо, да. Четыре. Я просто хочу эту клетку купить. Давайте-ка мы лучше вот так сделаем побыстрее. Хотя один ход до роста, так что пускай. Сейчас сама захватится. Отлично. Давайте святилища, а потом посело. Да, походу, тут никого нету. Блин, вот тут, конечно, город неплохо поставить, но он как-то так... Тут хотя бы ресурс роскоши есть. У меня пока вот два ресурса роскоши. Вот это еще один, но город-то надо ставить... Как я могу поставить город, чтобы Кайлас взять и его? И нормально, чтобы еще город стоял. Так, ну, видимо, в календарь теперь. И тут еще, наверное, продолжение континента. Блин, такая местность. Прям даже интересно, как города надо ставить. А если я так далеко поставлю, тут могут появляться варвары. Мне тут надо юниты держать, чтобы их засвечивать. А этот город еще обстреливается со множества сторон. Может, тут тогда поставить? Ну, тут тогда я не смогу караваны пускать. Прикиньте. И вот реши задачку. Да, еще какие-то проблемы, что по селу у меня будет долго строиться. Потому что холмов... Кстати, ни одного города-государства не нашел до сих пор. Вот он. Да. Слушайте, а может поставить тут город и тут город вот так? Тут будет с ресурсом. Не ахти какой город, но будет развиваться. Надеюсь, не на хлопок он пойдет. Хотя бы меня проатакует. Что тут с кем? Проблема, блин. Нормальный вообще варвар. Тут, смотрите, две рыбы, да? Ну, то есть, это не город для суперразвития. Но стратегически, в принципе, он неплох. Он позволяет отправлять, тогда я смогу, например, город не тут поставить, а вот тут уже. Что, по-моему, что, по-моему, его сложно, например, атаковать будет. А этот такой для проплыва. Как считаете? По-моему, так придется делать. Слушай, ну ты муторный варвар. Блин, я не заметил. Милан... Вот что я как игра... По-моему, Милан кто-то нашел уже. То есть, Карфаген где-то тут. Ладно, сейчас ставим город тут. Второй город, а третий тут. И никак иначе. Чувак, а тут Милан? Ну-ка, минус четыре. Ну, никто ему защиты вроде не обещал. Блин, мне бы юнит построить, я бы у него взял дань. Ну. Не время сейчас юниты строить. Время строить поселенцев. Так, календарь. Потом обработка. Что-то варваров тут многовато. Я буду стоять там. Так, уже шесть ходов. Уже веселее. Следующим ходом надо сахар начать обрабатывать. В принципе, у меня тут есть вырубить леса. Например, если я какую-то захочу чудо ускорить. Почему нет. Так, пошли сахар. В принципе, стать сейчас дружбаном Милана тоже неплохо. Хотя мне рабочий нужен. Не, пускай он пока сам его обстреливает. Вот, у кого-то уже армия больше, чем у меня. Ну, тут выглядит так, что континент как-то вот сюда еще идет. Вот тут надо город ставить. Все-таки такая... Вообще, я могу, в принципе, четыре города аж поставить. И сюда все-таки четвертый бахнуть. Тут неплохо у Кайласа. Да, тут нету ресурса роскоши. Но сам Кайлас два дает. Видите, два счастья. То есть, он такой половина ресурса роскоши. Может, сразу следующего посела фигачить. Чего ждать-то? Надо быстро города тут ставить. Может, купить какой-нибудь из холмов. Жалко денег. Опаньки. Я отвалился, что ли? Там Карфаген говорил, что он какую-то ГГшку нашел. Как бы это не был Милан. Я вот честно не заметил. Плюс тридцать мне добавилось или плюс пятнадцать денег. Блин, как бы сейчас Дима не отвалился. Меня пишет присоединение к игре. Да, но у меня с тобой повышается пинг уже до тридцати секунд. Типа. О. Зашел ты, да. Ну, получается, ход вы потеряли, да? Ну, у меня на самом деле, как бы, ну, юнит... То есть, у меня все строилось и рабочий работал. Ну, блин, не походил я тут юнитом, но это... Лично для меня не страшно. Мне не страшно. Ну, все, играем тогда, окей. О, Милан. Уже начинает меня любить. Так, главное, давайте мы ему обещаем защиту пока. Знаете, на начальном этапе игры дружба с культурными именно городами-государствами очень неплоха. Потому что я как можно быстрее закрою традицию. Возможно, это даже круче, чем рабочий у меня был бы. Ну, вот, видите, тут еще неплохо, что варвары идут с той стороны, где я могу их обстреливать. Так, тут я не убью, но я постою и следующим ходом убью этого варвара. Так, вот, добавилось. Давайте, прям на нее и переключим, давайте. А кто это лупки взял? Где? Могу сказать, что не я. Скажи, что у тебя за чудо? Что ты там это? Ну, что, не видели Эльдорадо? Какая разница, мы же не можем. Да, Эльдорадо, я же говорю, купил он этот проселенцевый город поставил уже. Ничего себе. Что, серьезно? Опять Эльдорадо? Да не, не, шучу даже. На веру. Я скажу так, на веру. Ну, тут выбор Шерепада, Кайлас. Ладно, не буду мучить Улуру. Ну, неплохая. Да, неплохая, неплохая. Когда он лагерь захочет. Мне хочется, чтобы он захотел лагерь. Все равно восемь ходов. Не подойти может скаутом. По-моему, он только на одну клетку сейчас может. Это видео подготовлено при поддержке справочника и карты 2GIS. В 2GIS есть расширенный поиск по всем бизнес-ланчам вашего города. Справочник уже знает кухню, средний чек, наличие Wi-Fi, есть ли вегетарианское меню и многое другое. Не забудьте зайти на 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачать приложение под вашу платформу. 2GIS, если быть. Это видео подготовлено при поддержке справочника и карты 2GIS. В 2GIS есть расширенный поиск по всем бизнес-ланчам вашего города. Справочник уже знает кухню, средний чек, наличие Wi-Fi, есть ли вегетарианское меню и многое другое. Не забудьте зайти на 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачать приложение под вашу платформу. 2GIS, если быть точным. Да, мы походу с Карфагеном на своих собственных континентах, а Греция и Византия на общем. Ну, я даже не знаю, что лучше. Там, если кто-то кого-то быстро захватит, то... Не знаю, в общем. Давайте, атакуйте моего скаута. Милан, почему ты не хочешь, чтобы я этот лагерь уничтожил? Придется, видимо, у тебя рабочего все-таки переть. Так, ну, а тут надо ждать появления каменной кладки. Ну, просто этот раненый, да, этот через реку будет атаковать. Так что я только прокачаю скаута. По-моему, правильная тема. На защиту встанем. Да, ну, Карфаген не мог встретить Милан. Блин, или пойти пока шахту построить. Не, надо тут. Сразу, наверное, можно еще и рабочего. Тут просто очень такая неплохая позиция от варваров защищаться. Не так много требуется юнитов. Так, 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 Вера Крумлихов. Да, так не убивается он. В сектуне... Ака мне Византия взяла? В Петру... Нет, это я взял. Византия, походу, без пансиона. Здесь вообще ничего нет на религию, блин. Византия. 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 Византий. Ну... Ну, вот так убью. О, Милан. Извиняй. Но мне этот рабочий нужен Как бы у меня мавзолейки или карнастские не увели, посмотри, что я на кромлихе взял Посмотрите, у меня будет раз, два, три, четыре, пять То есть десять веры в ход, по идее, в будущем Счастье или еда? Давайте, наверное, счастье возьмем И деньги заодно Бананы только в третьем радиусе, а денег у меня нету пока Не, нормальный вот этот город, ну, нормально, неплохой Нормальный будет Если я Петру смогу еще тут построить Что там, кстати, как у кого с золотыми ресурсами? Я в будущем готов У меня сахар, давай меняться Да, я могу найти Тут проблема найти друг друга Ну, у вас же там уникальные морские юниты, плавайте, находите У грека? У Византии Карфагена Я думаю, у нас тут Карфаген первый по производству явно А, я первый по производству, нифига себе У меня будет три рабочих, для начала очень неплохо Мне это поможет быстро все обработать Так, что у нас тут На производство стоит А если я Вот так сделаю Пять ходов Я как бы вижу один континент Только он на континенте был Слева Крайний лагерь был И он его уничтожил недавно Кто? Не знаю, у кого это континент такой Что слева Лагерь был На континенте Я кусочек вижу Я еще ни одного лагеря не уничтожал Поэтому Поэтому вряд ли это я А какой ты ГГшку какую нашел? Виттенберг Ясно Будем искать Виттенберг Предлагаю тут ставить Возможно, тут было бы и неплохо Но мне не нравится, что тут обстреливается Раз, два, три, четыре, пять, шесть А вот тут отсюда Только из четырех клеток Короче, все А мирный Грек, что вы? Не, короче, все против Грека Я так предполагаю Прекрасный план Если бы знать, где они вообще Мы же не видим местности Как там на самом деле? Может, там уже Лизантия нагибает Грека, знаешь? Карфаген должен быть разрушен Ну, это я не имею в виду Карфаген в этой игре Как близко стоп Что-то уже, я думаю, Хоэмай уже напрягся Да не, я что-то смотрю Что-то библу никто не рашит вообще Ну, а смысл? Это ж не дуэль Тут кто-то выйдет раньше во фрегаты Так все просто втроем вместе соберутся И он не успеет захватить Согласен Но преимущество получит Скорее просто кучу проблем Сразу от троих соперников получит Да, тоже верно Так, пошла Вера Первый кромлик готов Как всегда классно Только начинаешь пускать караван Все, сразу треремку плывет До этого не было ничего Поэтому надо сначала треремку строить Ну да, согласен Железо есть Вообще, надо уже идти Эту роскошь обрабатывать Так, я пожалуй Не знаю Открывать оптику Или сначала письменность Просто Маяк вот в столице И в Сектуне Будет очень неплох По моему скромному мнению Да, переходы хода Когда я хост Долговатый, к сожалению О, уже кто-то плавает Ну, будем просто тут засвечивать Сейчас местность Чтоб варвары не появились Так, четыре хода Почему не на тебя охота сбегать Посмотреть, что тут Так что выйду На минуточку Вообще, у меня четыре Как раз места для четырех городов Очень неплохо Да, жалко, что вот до этой И до этой рыбы не дотягиваюсь Но, что поделать Ну, я хочу тут поставить Под горой Потому что Кайлас считается горой Я смогу обсерваторию строить Поэтому все-таки сюда поставлю Чем лучше тут? По-моему, ничем То есть я и тут И до рыбы дотягиваюсь И до обоих Этих Как его Бананов Так что Пофигу Тут придется сначала три ремы строить Прежде чем караваны Прежде караванов Ладно, поэтому еще, наверное, все-таки Библиотеку открою Вот эту библиотеку Кто-то открыл уже Кто-то там нехило растет О, граница грека О, граница грека Я Так, знаете, наверное, я джунгли вырублю Тут на холме Я открыл вырубку джунглей Открыл Зря ушел только Так, пошли Разбираться вот с этим лагерем Внизу Стокгольм вырос Ну, нормально Пускай так На производство Прекрасно Производство Минимум 15 Максимум 16 Так, еще Вера Очень неплохо Осталось Каменную мастерскую Еще тут построить Еще производство получим Ну, вектор развития Примерно ясен, да? Сейчас Открою сейлинг Пару-три рем И геликарнастский Мавзолей Мавзолей Так, пока Подождем Я хочу уже рабочим тут Железо обработать В принципе Очень жалко, что у меня только один город-государство Куда ж я буду своих Кому ж великих людей буду дарить Что по союзникам Напоминаю Уникальную способность Швеции Кто подзабыл 90 Влияние А 172 веры Где пророк ее Парасаде Если подавить Сколько веры? 172 Нормально Так, все, еще стоим Ждем Ну я все равно Не обгоню его по вере Но вторым Религия Вообще всего Можно Три О, мрамор Сектуна Растет Да, пускай лучше на золото Вообще минус по золоту Так Так, так, так Давайте к Триренку Ура Основал Да, да Только сказалось Пошло Пагоды взял Ну У меня есть надежда На Производство взять Так Ладно Пошли скаутом Смотреть Что там вперед Просто видите Я убрал скаута И минус Минус один еще К содержанию Пошел Я надеюсь Хельсинки Клетку Скамли Второй раз Видно Киев Сам в шоке Сам в шоке Чтобы вырасти Нормально Так Тут обрабатываем Железо Тут после Каменной Мастерской Пока рано Триремы Я Построю Библиотеку А потом Маяк Я не буду Великий Маяк Строить Нафиг Надо О Византия Привет Привет Блин Где вы все Там Найдите Меня Кто-нибудь Получается Я по центру Справа Меня Византия Грек А слева Получается Шведы А ты меня Что нашел Уже Нет Но я так Предполагаю Что я в середине Ориентировочно По хорошему Если нас четверо То естественно Если справа Эти То слева Наверное Где бы я Это вообще Такая Геоцентрическая Система Я в центре мира Нахожусь Все остальные Слева Слева Я вот тоже думаю Что я в центре А кто-то из вас Справа А кто-то слева А у тебя же этот Драмонс Он стреляющий Да А может быть Мы лагерь Уничтожим Чуть ниже Так деньги Поделим Я тут Острелил Просто Эти Прилент Нет Лагерь Прямо На берегу Стой Давайте Разбегу Построим Хотя Мне мы Взяли Карнадский Круче Бомба Ну подвони Кой-то Вишний Юнит Ну я Иду Туда Но только Мне Еще Три Хода До Маяка Шесть Ходов Это Что Давайте Я тебе Все Деньги Отдам У меня ГГшка Если честно Просит Ух ты Тут Серьезные Ребята Уже Так Счастье Привалило А в принципе Пускай Достраивает Трирему Там уже После Триремы Библиотеку Библиотеку Как-то Так Еще Еще Два Молоточка И Счастье Ну Вообще Камень Каменные Мастерские Мастерские Очень Неплохо Ну там Кто Во что Вышел Расскажите Классическую Эру Во что Вышли Ну так Другие Могут Рассказать Нет Не Расскажите А Санта Чего Молчишь Так А как Я могу Посмотреть Я Не Встретил Никого Нет Нет В смысле Санта Вопрос Что Вышел Я Не Вышел В античность А В смысле В В смысле В В Интересует В какую Технологию Он Вышел В Античности Не Скажут Науки Ну Я бы На твоем месте Византия Тогда Напрягся Как Электричество Меня Со счастьем Проблемы Мне Оренки Нужны Да Я Тоже Так Рассказываю Всегда Когда В Метколуки Выхожу Поэтому Я Говорю Что Меняться Я Чуть Тебя Нужно 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 Чем Нужно О, начали моего скаута прессовать Но у меня тут, видите, плюс 25% защита Плюс 5, ну сейчас следующим ходом до 90% вылечится Нормально Я считаю Еще производство, у меня Стокгольм так неплохо У меня только чисто в Стокгольме производство 17 Очень неплохо, я думаю Это очень неплохо Там отъедается А отжирается кто там такими темпами Небось Карфаген Ну денег явно у Карфагена Да, это у меня получается Простите Прощаем Я бы не прощал Ну тут понятно, что надо будет брать мореплавание Потому что производство в морских городах Это просто самое банальное Плюс 3 молотка в каждом городе Это очень классно Ну все, до плавности А, треремка наконец-то Ну как раз я через два хода буду там Возле лагеря Ну что, повырубаем лиса Ради Чуда Если че, тебе надо будет Давайте все-таки библу Знаете что, давайте прямо сейчас мы ее построим Потому что счастья мне не надо Это я тебе везу, да? Так, пока постоим Пускай он сам об меня долбится Спасибо Еще одно предложение Наверное, кто-то все-таки библиотеку там пытается построить Я вот думаю, стоит ли Что-то тебе не слышно было при рейсе-то Стоит ли тратить время на библиотеку? Сомнения у меня такие Появились Сейчас немножко отойду Вернулся Так, еще одна Ну Должен, по идее О, нормуль Давай я здесь уже Ну-ка, будем скаута подставлять Этой трилемой сюда поплыву, наверное Я вырубаю телеса, потому что они вдоль реки Тут выгоднее будет поставить фермы Производство у столицы есть Вот холмы, вот холмы Так что вырубка этих лесов На пользу Главное, чтобы никто библу не строил Так, ну что, куда дальше? Может, в философию? Вот, походу, слева от Алексея Лагеря Трилемки тянутся В смысле, слева Трилемки? Ну, я имею в виду слева От меня ты находишься И получается, там где-то лагерь Который ты не почистил И все трилеммы сюда плывут Ну, возможно, я еще ни один лагерь не почистил свой, да? Вот, окна вообще тут, рядышком Очень близко, если честно Я тоже думал, что выгнуты подальше Когда уперся твои границы Да, блин, найдите меня Что, я на отшибе опять? Хотя, конечно, на самом деле Вот и... Ты же видишь Что? Ты же видишь на отшибе Возьму библиотеку Эколлос И подряд построю тогда Мавзолей гили карнадский Ну, если я смогу лишь библиотеку построить Вот, три хода Круто Так, мне счастья пока не надо Поэтому будет мавзолей гили карнадский А потом коллос Византия От Константинополя Вниз там, получается, еще один материк Ну, я еще не разведал Потому что, блин, сверху эти варвары постоянно Вот сейчас все посмотрим У тебя тут вообще проплыв в одну клетку И снизу еще какой-то остров О, Грек Здорово Здорово Привет, давай меняться А, мне пока нечем А ты же говорил сахар Ну, я не обработал второй еще Видишь, я обрабатываю Видишь, стоит как раз А, специально для меня как раз, да? Кабач Да, именно Хорошо, у меня уже готово для тебя А что? А, жемчуг Ну, нормально О, Милан уже хочет этот лагерь разбомбить Отлично Я отошел на минуту Ты бы ход закончил Так, ну, потихоньку, видите Прокачиваем скаут Прокачиваем копье Так, ну, если следующим ходом Никто Библиотеку не построит То она моя Он уже прется С лагеря Ну, что мне этим рабочим обрабатывать? Лучше, может, маяк тут построить? Давайте лучше в деньги пойдем Пока Для философии рановато Не убивает скаут Это копье Ну, что, об скаута Кто-нибудь убьется? Нет Вот же гады Сообразительные Ладно Постоим еще О, блин, у него Грек, давай ты вниз не поплывешь Я тебе не буду войну обвинять Зачем мне войну обвинять? Что там такого не было? Ну, мои города Я не хочу смотреть Как ты будешь А ты мои тоже не будешь смотреть? Ну, давай договоримся как-то Ну, хорошо Ты ко мне тогда не плывай А к тебе это куда? Ну, налево от тренки Окей Все, Библа моя Это счастье Стоп, я там вообще открыл? Чтоб колосс-то брать Что-то я засомневался Открыл Катя, колосс тоже мне очень нужен Потому что у меня с деньгами проблема Не мавзолей гили карнатский Денег даст И колосс денег даст Так Ну, то есть ты не поплывешь на лево И тут же только приплыл, да? В смысле Я как раз назад вернулся Я же проплыл в Спарту Мимо Спарты Был где жемчуг Вон, внизу А? А, чья Библа? Шведа? Моя Ну, я ее не рашил 55-й ход Не, у меня не вопрос Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры А на этом пока все Продолжение будет завтра или послезавтра Спасибо, что досмотрели до конца Я Леша Халец и тот, кто сделал это видео У меня к вам несколько просьб Во-первых, не забудьте поставить лайк А во-вторых, поделиться этим видео Раз уж вы досмотрели до конца Видимо, оно вам понравилось Я вам буду благодарен И это поможет распространению моего творчества Для более широких масс На этом все Играйте в умные игры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому